Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro. Игра на FK Arena. И в этом выпуске мы будем призывать персонажей. В основном, конечно же, цель призыва будет заключаться в призыве нового героя из фракции Лес Астора. Именно её хотелось бы получить. И получить анимированную аватарку. Но анимированная аватарка пока что отсутствует в кораблях героев, да, то есть наборы роста героя, пока ещё здесь закрыты. Появится, скорее всего, завтра, послезавтра. Вот, относительно момента выхода этого видео. То есть на тестовом сервере уже есть и выглядит примерно так. Вот, мы на тест переключились. То есть призы все те же. Пыльца, карты корма. И в конце вот такой вот анимированный аватар Астара. Ну что же, будем выбивать этого злодея обязательно. Потом возвращаемся на основной сервер. Так, то, что сейчас нет в наборе, да, роста героя. Ничего страшного. То есть если мы получим белую рамочку персонажа, то когда откроются события, мне выдадут аватарочку. Кто может не знает, как это делается. Вот смотрите, большой факел нужно прокачать. Вот эту вот звезду, которая называется дальний факел. И тогда открываются наборы роста героя. Вот, дальний факел прокачивается после получения десяти белорамочных персонажей. В планах призыва. Какая схема сейчас будет проходить? Сейчас я быстренько призову персонажей за гарант. Вот возьмем за гарант. А затем продолжу призывы уже за камешки и прочие-прочие ништячки. И в конце, конечно же, попытаемся призвать еще Лукрецию астрокартами. Попробуем ее взять. Так, здесь я оставил, смотрите, оставил персонажа Мишку с той лишь целью, чтобы получить хотя бы одну звездочку на этого прекраснейшего героя. Он усиливает Лес постоянно, да, то есть и Мишка мощный, и Енот молодец. То есть все персонажи, которые выходили во фракции Лес, в принципе, стали очень-очень мощными. Вот, и сейчас вот не исключение. Единственное, что вот Респина, как бы, ну, не все его используют. Да, не везде он прям так заходит, как супер. Его нужно выкачать на максимум, чтобы он раскрылся. Но Лес сейчас стал очень-очень мощным по фракции. Мы же сейчас сбросим один корм, пожалуй, и закинем сюда нашего любимчика. Трезнера мы сейчас выкачивать на максимум не будем на одну звездочку. Хотя пусть побудет, наверное, да, вдруг все-таки упадет, пусть будет. Все-таки оставим Трезнера, он нужен мне для видео. Хочу его докачать тоже на максимум. Так, 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 но здесь пока все выкачаны. Итак, переходим к рубрике Призыв за гарант и начинаем выбивать нашего персонажа. Шесть. Это максимум, который можно получить в игре в месяц. При прокачке героя. Шанс выпадения персонажа здесь, как и в обычном призыве, но... Мне реже, чем один раз за три полных разворота. Вот 9 тысяч обошелся нам первый герой. Так, вот это да, вот это круто. 9 тысяч, второй герой. Прям прет сегодня, я смотрю. Того уже 18 косарей потратили. Пу-пу-пу, вот это да. Тут еще и не хватит, блин, с такими-то призывами. 27 на 3 копии. Так. Ну да, что-то разработчики совсем обнаглели, не хотят выдавать мне героя. Говорят, да ты успокойся, я тебе говорю, да. Молодцы. Я даже не ожидал, что мне не хватит вот 38 тысяч на закупку шести кофей. Вот это жесть. Но ничего, есть у меня в сумочке загашнички. Вот их-то мы сейчас и вскроем. Как раз на такие случаи держу. Так, 4 тысячи. Ну и, пожалуй, возьмем еще... Вот, я думаю, хватит, да, вот еще здесь чуть-чуть больше. 8 600. Ну, на два призыва хватит, вдруг сейчас как раз повезет нам, да. Да, прям как-то аж не ожидал, так прям не проперло. Так, и еще разочек получаем. Сейчас сразу трипл выпадает, скорее всего, да. Не, выпадает. Вот. Дырка от бублика выпала. Так что еще, еще сумочку. Опасные призывища, однако. Так, полторы тысячи. А, наверное, все и спустим, да. Три с половиной таки получилось. На два полных прокрута. То есть нам сейчас как раз хватит. Так, да, сегодня прям вообще не перло. Не перло прям никак. Даже даблов ни разу не было. При том, что шанс на выпадение персонажа здесь составляет таки в обычном призыве. В целом 5%. То есть смотри, 4,61. Вот, то есть в расчете каждый 21 персонаж должен быть наш целевой. Но почему-то в этот раз прям все было очень-очень печально. Слили много кристаллов, но ничего страшного. Сейчас вскрываем наши специальные. Так, 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 специальные камни. О, отлично, смотрите, кто тут у нас есть. И Эзи тут пара копий накопилась даже. Так, у Кунчика. Ну, у Кунчика я купил, хочу тоже его подкачать немножечко. Пусть будет. Вот. Пригодится. Такой дружочек. Так, вот здесь вот сколько у нас 32 персонажа. Кто же выпадет, интересно. Самый сок вообще. Зикис вообще молодец. Красавчик, красавчик. Вот, из этого камня выпал. Отлично. Очень люблю, когда выпадают здесь именно герои из дополнительных фракций. И прям мощно. Мощно, да. В прошлый раз в призывчике тоже было много камней, но практически никто не выпал. Вот так, вот здесь и Фрэмптон, и Зикис. Прям фракция меня порадовала. Так, отлично, Мишка упал. Так, 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 так. Ну, в целом отлично. Прям мощно. Призыв хороший, то есть все персонажи мне нужны для прокачки. Упала еще, смотрите. Вот, Мораэль. Тоже круто, потому что у меня всего лишь одна копия этого героя была. Из 30 персонажей упало 3 героя дополнительных фракций. Причем никаких не будет там шалам-балам, да, которые мы можем и так приобрести. А именно целевые, мощные, крутые персонажи. Правда, их прокачивать нужно много и долго. Но если Фрэмптона сейчас пока как-то еще никто не качает, и там сверхмодных пачек с ним нет, то с Зикисом действительно есть уже мощные модные паки. Там, где он используется как основной герой. С хорошими уронами и вообще для команды, пожалуй, не заменим. Да, круто, получили прям на апгрейд. Многих героев проапгрейдим. Вот даже Эзиша забодяжим сейчас. Ну, возвращаемся сейчас к обычному призыву. Нас интересует призыв за сердечки. Два месяца копил сердечки. Ну, не два месяца, там чуть меньше. Дело в том, что брали в найм еще за найм. Мы получаем также сердечки. Так, а здесь вообще прям прет. Вот, прям подряд начали сыпаться. Хотя здесь шанс попадения в два раза ниже, чем для основного призыва. И нет никаких серий. Минимальных, там, в плане выпадения элитного героя. Если там каждая третья часть, каждый третий полный разворот, и мы получаем персонажа, то здесь такая тема не катит. Так, переходим мы теперь к лесовичкам. Да, давайте 300 кристаллов еще потратим, потому что иначе мы не перейдем. И будем надеяться, что сейчас выпадет именно наша легендарнейшая Астар. Так, ну Мишка выпала, это хорошо, потому что уже есть одна звездочка, а значит, мы сможем проапгрейдить героя. Так, все, прокачал героев. Вот последний персонаж, которого мы сейчас прокачиваем, это Эзиш. Наконец-то удалось его поднять на белую рамочку. Так. Да, много корма получили, то есть сейчас список зайдет в основном кормом. Почему? Потому что во фракциях очень много персонажей, которых нужно поднять по рамке, но корма не хватает. Сейчас давайте зайдем в таверну знать, я, пожалуй, уберу Мишку из списка приоритетных целей и добавлю сюда корм. Вот так. Так, 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 ну здесь все остальные остаются на месте, пусть так все остается. Продолжаем призывчики. Удастся ли нам заполучить Астар или нет, вот это, конечно, вопрос. Не хотят выдавать, ни в какую, говорят, нет, не будет никаких Астаров больше. Так, вот это мне сейчас как бы не нравится уже вообще никак. Да, Оги выдали. Странно, очень странно. Так, теперь переходим к обычным призывам. Есть еще 150 от свитков, то есть 15 полных разворотов, минимум 5 элитных персонажей. Так, дубль у Паланджело, ну нормально, корм, корм подозрел. Так. Сегодня прям вообще непруха, да. Не хотят качать, Теску выдали, но Теску это еще нормально. Выкачиваю этого героя. Вдруг понадобится, вдруг пригодится, точнее. Так. Так. Респина выдали, а как так могло получиться? А, мне одной копии не хватало, точно. Ну, Флору получили. Это тоже хороший результат. Единственный момент, что Флора не настолько уж прям уникальный герой. Не пачкообразующий. Но в некоторых этапах действительно очень эффективно. Так, получили еще мы несколько карт. Поэтому сейчас попробуем их открыть и получить Астар. Нимору выдали, хорошо. Пойдет на корм, уже там несколько копий этой Ниморы. Так, Лика. Вот почему я не люблю оставлять персонажей, которых мы уже получили, прокачали до белой рамки. Но оставлять в списке, потому что мы их получаем потом. В любом случае. Вот. И потом куда их девать? Только на корм и все. Так, призываем Лукрецию. Здесь шанс совсем маленький. 40 карт. Может, еще даже и на одну копию нам не хватит. Поэтому пробуем крутить Лукреция. Так. Ну, почти, говорят. Почти. Вот. Опа. Вот так вот. Тоже ничье. Так. Опа. И последний разочек. Последний прушный разочек. Сейчас по любасу Лукреция выпадает. Ну, почти, да. Не захотели. Не захотели мне выдавать Лукрецию. Хотя, по факту, мне, по-моему, одной копии уже не хватает для героя. Да, одной копии еще не хватает. То есть, в принципе, если мы получим одну копию, то сможем получить ей одну звездочку и открыть, соответственно, гравировку. Такая сейчас ситуация по этим злодеям. Давайте сейчас чуть-чуть подраскачаемся и посмотрим, что же за персонажи у нас получились по максимуму. Флору на одну звездочку. Отлично. Так, ну и здесь мы набили много-много корма. То есть, сейчас можно будет прокачать еще кого-нибудь. Так, не хватает, как вы видите, двух копий. Астара для прокачки ее на белую рамку. Крутили весь призыв. И, блин, вообще ничего не выпало. Вот это да, вот это же скач. Ну, такое бывает, действительно. Здесь как повезет с призывом. То есть, может упасть персонаж, может не упасть. Так, другие герои тоже прокачаны на максимум. То есть, что у нас Лика упала и Немора, они у нас уже пойдут теперь на корм. Да, очень плохо, когда получаешь персонажей и понимаешь, что никуда кроме корма они уже не пойдут. Всякие там обмены и так далее, это уже не так актуально будет. Поэтому прокачаем уже чуть-чуть попозже эти фракции. Круто. Вообще прокачали, все так прокачали. В целом, призывом доволен, но вот осадочек остался. То, что не получили Лукресию, ни одну карту из сорока. Поэтому, кто вдруг в таком вот раздумии, да, куда же тратить кристаллы? В Астрозал или в обычный призыв? Скажу сразу, в обычный призыв сливайте. Потому что Астрозал это совсем уже интересная штука. Расчетно там один персонаж выпадает из четырех призывов. Но беспроигрышная серия составляет шесть. Поэтому, если вы крутите-крутите, то знайте, что необходимо иметь как минимум на шесть полных разворотов для хорошего призыва. Вот тогда точно получите персонажа. Вот, а так, если сливать кристаллы в Астрозал, можно много-много заливать. Вот, шесть круток это, поскольку у нас по пять тысяч, да, идет, тридцать тысяч. Уйдет на шесть полных круток. То есть, герой очень-очень дорого обойдется в плане кристаллов. Поэтому я трачу только карты. Сейчас профармлю, пожалуй, еще башни, наверное. Надо будет этим как раз заняться. Получу немного карт. Вот, и пройду опять в Астрозал добивать лукрец. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы, пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.